В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Сляева. И сегодня у нас в гостях Александр Безнощенко, областной детский онколог, заведующий отделением химиотерапии онкологических и гематологических болезней ОДКБ. Здравствуйте. Добрый день. Александр Григорьевич, скажите, скольким детям ежегодно ставится диагноз «злокачественная опухоль»? В последние два года настораживает рост онкологической заболеваемости у детей в Рязанской области. Так, если в предшествующие 5-10 лет средняя цифра заболеваемости были чуть более 14 на 100 тысяч детского населения, то есть мы ставили диагноз рака 25-28 детям ежегодно. То в 2017 году этот грозный диагноз был установлен на 36 детям и в прошедший год 39-ти. То есть приблизительно заболеваемость выросла за последние два года практически на 30%. И, к сожалению, вместе с ростом заболеваемости отмечается увеличение удильного веса опухолей, диагностированной на 4-й стадии. Так, за прошедший год это практически 40% детей. А вот у детей какого возраста, как правило, ставится такой диагноз? Это дети любого возраста. Так, вот в 2018 году у нас были дети, которым диагноз ставился в первый день этой жизни, так и дети, которым мы начинали лечение уже близко к 18 годам, и приходилось, скажем так, передавать в последующем этого ребёнка во взрослую сеть. А насколько сложно вообще диагностировать такие заболевания у детей? Вот Вы сейчас сказали, что на 4-й стадии часто выявляется это всё. Это нелёгкая задача диагностика опухоли детей, и существует ряд объективных факторов, которые затрудняют её. Это достаточно малосимптомно, длительное весь симптомное течение заболевания. Это течение заболевания под масками часто встречающих болезней, детских инфекций, детских заболеваний. Это малое число визуальных локализаций, это опухоли, когда мы их можем увидеть, или расположение опухоли в труднодоступных для рутины диагностик местах, внутричерепная, внутригрудная локализация, забрюшинное пространство. И также нельзя не отметить сложности коммуникационной сложности, потому что мы видим основные пики заболеваемости в раннем возрасте, когда малыши не могут рассказать о своей болезни, так и в подростковом возрасте, когда вообще общение с людьми в подростковом возрасте определённые имеют сложности, трудности. И стоит отметить, что вообще диагностика зачастую, особенно у малышей, требует часто аностологического пособия. И одним из факторов отсутствия или низкий уровень онкологической осторожности как у родителей, так и у врачей первичной сети, амбулаторной сети. А всё-таки есть ли какие-то симптомы, увидев которые, родителям нужно бить тревогу, вести ребёнка в больницу? Да, конечно. Во-первых, родители должны знать основные принципы онкологической осторожности, знать, что существуют раковые заболевания у детей. Во-вторых, когда они видят, что какое-то заболевание у их ребёнка не укладывается в обычные течения, начинает протекать длительно. И есть сложности в диагностике, нужно подумать, что не может ли это быть злокачественным новообразованием, злокачественным заболеванием. Но с другой стороны, надо помнить, что эти симптомы, они могут встречаться и при обычных заболеваниях. Что это? Это немотивированный, беспричинный утомляемость ребёнка, снижение активности, какие-то длительные субфибрилитеты, длительное повышение, необъяснимое повышение температуры тела, бледность кожных покровов, длительные, необъяснимые такие симптомы диспептических, как тошнота, рвоты, диаре, запоры. Ну и многие другие. Но вот это основные симптомы. И самое главное – необъяснимость этих симптомов. Всё-таки мы не хотим, конечно, родителей пугать, что сразу бегите, да, но всё-таки насторожиться в ситуации. Надо насторожиться в ситуации, потому что пугает то, что зачастую родители не приемлют этот диагноз и стараются не думать об этом. И позднее обращение за врачебной помощью. Как правило, какие заболевания встречаются у детей? Ну, одной из самых частых форм детского рака – это лейкозы. И среди них это острый лимфобластный лейкоз. Это одна из самых куративных патологий в детской онкологии. То есть то заболевание, которое очень хорошо поддаётся лечению. Более 80% детей избавляются от лейкозов, выздоравливают. Большую группу составляют, как мы их называем, солидные опухоли. Это опухоли печени, почек, нейрогенной ткани, мягкотканной саркомы, опухоли костей. Среди них в основном опухоли, это большое количество опухоли эмбриональные, то есть развивающиеся зародышевые ткани. И они манифестируют, проявляются в раннем возрасте до 3-5 лет. И большую группу особенно трудных для диагностики – это опухоли головного мозга. А какова статистика всем ли таким пациентам удаётся помочь? В сравнении с результатами лечения у взрослого контингента онкологических пациентов, результаты нашего лечения наших пациентов, они оптимистичны. И более 70% детей удаётся вылечить. Но нас не успокаивает такая цифра. Мы бы хотели достичь большего. Хотели бы, чтобы каждый ребёнок имел шанс на выздоровление, избавиться от рака. Но в дальнейшем вот ребёнок вылечился, как-то он ещё наблюдается, чтобы не было лицезии? Да, конечно, мы их наблюдаем формально до 18 лет. А на самом деле, то есть мой первый пациент, который я с 96-го года, то есть до сих пор мы общаемся, до сих пор он консультирует, спрашивает какие-то сложности. То есть по большому счёту пожизненно. То есть чтобы не было никаких вариантов развития болезни? Да, если заболевание один раз случилось, то существует повышенный риск возникновения подобного заболевания. Не этого, но подобного заболевания. То есть себя нельзя ни в коем случае запускать? Нет, конечно. Это всем. Как обстоят сейчас у вас дела с медперсоналом? Хватает ли специалистов? Это очень вопрос, такой насущный, больной вопрос. Острая нехватка среднемедицинских персонал, медицинских сестёр, иногда катастрофическая. Маленький коллектив медсестёр выполняет настолько героическую работу, что иногда поражается на, почему они работают и где находятся силы. А также, конечно, возрастающие времени к технологическому процессу лечения, противоопухолевого лечения, так и розоболеваемость диктует необходимость повышения потребностей в врачах детских онкологов. Как-то вы своих специалистов отправляете учиться ещё? Или всё-таки вышел из университета? То есть обучение детского онколога обязательно раз в полгода, пусть это небольшое обучение должно быть, обязательно в 5 лет. То есть периодическое обучение ежегодно идёт, и это на базах федеральных центров, конечно. Город Москвы, Санкт-Петербург. Последний раз куда есть, расскажите? Последний раз, это вот январь, это месяц. У нас есть мутицентры, многоцентровые группы по лечению остро-лимпобластного лекоза у детей. И традиционно это два раза в год собирается, где обсуждаются результаты лечения. То есть со всей России специалисты съезжаются, вырабатываются какие-то новые рекомендации, стратегии. Да, то есть последний раз, то есть это то, что касается меня, в октябре месяце мой доктор прошёл из отделения, прошёл месячную стажировку в центре имени Дмитрия Рогачева. В ноябре месяце у нас ставилась школа по эмбриональным опухолям, куда мы тоже вдвоём ездили с специалистами. То есть это текущий процесс. А благотворители помогают вам как-то? Да, конечно, то есть на современном этапе не все диагностические и лечебные технологии могут обеспечиваться в рамках обязательного медицинского страхования. И в таких ситуациях мы обращаемся в благотворительные фонды, и в частности наше отделение тесно работает с благотворительным фондом «По даре жизни». И, конечно, наши детки не обделены адресной помощью каких-то организаций, просто неравнодушных людей. Но всё-таки мы понимаем, что лечение проводится бесплатно. Да, лечение проводится бесплатно однозначно. То есть и наша региона имеет возможность обеспечения этих детей полностью бесплатным лечением. Ну, медикаментов всего у нас хватает. Да. Вы стали лауреатом третьей Всероссийской премии «Будем жить». Вот для вас что значит эта награда? Во-первых, это выбор родителей, наших пациентов. И что может быть более высшей оценкой, чем жизнь ребёнка и признание родителей, твою роль в этом. То есть какой-то стимул работать дальше? Конечно, это высокая оценка. То есть, на самом деле, это самая главная оценка, когда родители оценивают это, дети. Спасибо. В гостях программы «Городские встречи» был Александр Безнощенко, областной детский онколог, заведующий отделением химиотерапии онкологических и гематологических больных ОДКБ. Спасибо, что пришли. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА